Девушки отдыхают 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 Не, Виви. Мы к тебе другого мужа найдем. Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Живой! 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 Ноги связаны. Что? У него ноги связаны. Андрей Петрович, родненький, кто ж тебя так? Просто, Сенечка, своему спасибо скажи. Гандошу гнили. А что, пожарные еще не приехали? Я иду по раздолью цветов и трав, Самый главный секрет узнал, Как на свете жить. Я иду, нет, пожалуй, почти лечу, В первый раз про себя шепчу, Хорошо любить. Ну, а ты мне подаришь любовь свою, И я лишь тебе утешенье пою, Эту песню о счастье я иду. Аджелие? Ну, а? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Эй, просыпайтесь! Я приехал! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не долбей, нет никого. Дежурный на пожар ушел. Далеко? Да прямо до моста, за мостом направо. С теляга? Да что вы, сам их терпеть не могу. Блатной, политический. Я не из тех, кого можно куда-то послать. Особенно за сто первый километр. Сам приехал. Ну мы все тут сами. А чего куда-то орупишься? Завтра с утра отметишься, пока можно отдохнуть. Нам из Москвы зимой таких девок прислали. Черкнуть адресок? Ну потом как-нибудь. А можно у вас чемоданчик пока оставить? Нельзя. Да. Кроме Рио-де-Жанейро. Говоришь, в постели лежал? Да, привез он к кровати без сознания. Пять минут веревку в пепел. Несчастный случай, пиши. Угорел во сне. Так что, Тарасик? Ну да. Тарасик, ты чего расселся? Работа идет. Ты дом осмотрел? А что там осматривать? Сейчас все разойдутся. Кому это-то учитель мешал? Иди домой, карми Лариску. Тебя подожду. Вместе пойдем. Больно? Нет. А где у вас незаконная власть? Понятно, немая сцена. Вижу, здесь любят Гоголя. Это замечательно. Или представитель власти проглотила язык вместе с семечками? Да не. Понять хочется. Кто запугал, ему вопрос ставит. Первая заповедь интеллигентного человека, никогда не суди по внешнему виду. Даже человек в белых штанах может свято верить в дело коммунизма. Товарищи. Да уж шуми твои штаны. Нам за сто первый километр каких только чучел не усылают. Ну понятно. Старший лейтенан Стовский направлен в отделение милиции города Струнева на должность старшего опера полномочного. Домой иди. Мужской разговор. Иди, Ларис, корми. Иди, иди. Повезло Дашке с мужем. Смелый. В огонь полез. Только дура. Ему говорят, не лезь, а он лезет. Он зла никому не сделал. За что? Твоя Дашка мне как сестра. А то бы уже давно на этой пике торчал. О своих догадках кумовьям не надо рассказывать. Тебе меня беречь надо. Злых людей на свете много. А не дай бог меня посадят. Кто Дашку с детьми защитит? Я не шучу, Фетилек. Дашь на буйму сарам, но работа удачи-то. Жалко. Дашку вдовой делай. А придется. Егор, давай уедем. Куда угодно уедем. Не пустое место. С детьми. Не жалей, не работай. У меня первый муж был бандит. Да из тюрьмы они не дадут нам спокойно жить. Я прошу тебя. Мы никуда не поедем. Иди спать. Доброе утро, Александр Александрович. Доброе утро, Александр Александрович. Детю, он уже пьяный с утра, кулаками машет. Так я его табуретку-то огрела. Акимыч, надо что-то делать. Я везу мужика останусь. Я же его приживу-то, понимаешь? Подходи ты, Клава. Клава, дай человеку до работы дойти. Ну, будет время. Заглянул. Разберемся. Разберемся. Слыхал уже, учитель ночью сгорел. Жалко. Хороший был человек. Ноги у него были связаны. Разберемся. Только побыстрее, Назар Акимович. Через три дня отчет задавать раскрываемость, сам понимаешь. Там у нас в красном уголке пополнение спит. А за что его там? И жонка, Лоболка. Я бы такого сам куда подальше послал. Здравия желаю, Назар Акимович. Здоров. Застригнись. Че, спит еще? Спит. Тут вот еще анонимку под дверь сунули. По ночам в женском общежитии бордель. И все такое. Ну, прикроем мы их. Ну, девки начнут себя дома принимать. Это ж у них профессия. Лучше в одном месте. Слушай, бумага есть? Надо отреагировать. Отреагируем. Готов не дриться поработать пару недель. Надо выяснить, какая из девиц представляет наибольшую опасность для общества. Старший лейтенант Стоцкий, Родион Ильич. Можно просто Родя. Бурцаков Назар Акимович. Можно, товарищ старшина. Назар Акимович, вы что-то всех знаете. Как думаете, кто же тут у вас? Главное, за что мог убить учителя Гришина? А кто сказал, что его убили-то? А что, он сам себе ноги связал? И дом поджег. Слушай, дом подожгли, это еще доказать надо. Ну да. В час пятнадцать Ольга Зыкова, соседка Гришина, была дома. Пожара еще не было. А в час тридцать два дом уже догорал. Рухнула крыша. Вот у меня тут некоторые расчеты. План дома. Даже если брать по максимуму, 17 минут, чтобы за это время выгорела несущая конструкция, площадь возгорания должна составлять вот, от 8 до 16 квадратных метров. Это как минимум. Ну так, школьные формулы. Все, доказали? Ну что, Назар Акимович, были у Гришина враги? Бензинчик, что ли, плеснули? Ну, бензинчиком или керосинчиком. Вряд ли спирт. Чего добро переводить. Кстати, вполне вероятно, что вот из этой самой канистры, представляете, за бревнами нашел. Иван Грозный по дороге в Александрово-Слободу остановил в том звере струнить, поэтому струнил вам. Нет. Чего? Андрей Петрович не из тех, у кого были такие враги. А, это бы насчет того, что я клиент спросил. А у вас так принято на вопросы через полчаса отвечать? Вон на колокольне. От него налево. Там спросишь, где общежитие. А вы куда? Не теряйте меня. Устроюсь, часок сдремну и вернусь. Набью бы я тебе рыло. Только вратустро не позволяет. Подходи, стреляй, призы получай. Кто Гитлера убьет, тому 30 рублей дам. Это 300 старыми. А что ты тут деньгой-то размахался? Твой, что ли, тех? Призовой фонд городского парка. Да, имею право. Врешь ведь, не дашь. Все по-часам. Попадешь, дам. Эй, бесплатно только кошки-дамошки. Ах, масса. Да. Попадать надо, тогда упадет. Да он никогда не упадет. Ты что, мне такие предъявки дать? На, стреляй, даже денег не надо. Ах, вот сразу бы попал, 30 рублей забрал бы. Муса, тебе когда-нибудь за такие шутки зубы выбьет. Когда-нибудь? Я вообще сдохну. Совет нужен, Муса. Разговор есть. Рында сказала, если к ментам сунусь. Дашка снова вдова. У меня личный рекорд. Десять из десяти. Муса, ты что, специально бесишь? Рында твой, пустобрех. Дешевка. А вот Феде Мечному человека под откос пустить, все равно, что побриться. Ну, что, Муса, может, как-нибудь потихом, а? Ментам анонимку закинуть. Что-то Феде с Рынды его сожгли. Муса, он мне как отец был. Они его как барану ноги связали. О, все, пора мне. Через сорок минут сеанса. Второй год соревнуюсь. Первый раз в полуфинале. А на моем месте ты бы что сделал? Если бы я был на твоем месте, я бы даже мне ничего не сказал. Трошка! Трофим! Трофим, домой иди! Если через пять минут не придешь, ремня всыплю, слышишь? Здравствуйте, Даша. А Егор Ильич дома? Я просто хотела узнать, может, он на больничном. У нас спектакль. в клубе. Просто если не будет кино, мы могли бы подольше порепетировать. Еще раз увижу, как к мужу моему клинь обьешь, морду кипятком плесну. Даша, вы... Я клянусь вам... и не надо мне выкать. Не поможет. Чаша, тебя же в городе как родного приняли. на хлебное место поставили. Да? Ну, сразу же сказали, что, ежели понадобится, в крайнем случае, обратятся за помощью. Говорили? Говорили. Ну, вот, и мне тоже. Ты кино крутишь? А я директор Тира. Вон змей над всем парком стоит. Магазин, склады, рынок. Везде наши люди. Живи, вуз не дуй. О! Гляди, сам собрал. Еще до тюрьмы. А тут, представляешь, почти каждый месяц соревнования. Дай, думаю, попробую. Ну, сидишь, ты в ус не дуешь. И что? Как и что? Рано или поздно обратятся за помощью. Сам понимаешь, бесплатно только кошки-домушки. Но обратятся, когда тебя будет что-то терять. Папа все хитро придумал. Тебя уже просили? Ты пойми, Чаша, ты уже часть системы. И против нее не попрешь. Мы с тобой в резерве, что ли? А если понадобится, папа не то, что банду. Он целую армию поднагид. А откажешься, прощайся с Дашкой, с детьми. Кто папа? А этого никто не знает. Может, змей. Хитрый сука. Под ним Федя с рынкой ходит. Может, жит истрактира. А может, папа это я. Или ты. Да любой оказаться может. Кто-то должен знать. Ну да. Кто-то должен. А может, папа вообще не из блатных. А из кого? Да не, не. Из наших. Ладно, Чаша, вали, мешаешь. У меня сеанс. Ну, пойду. Не то уж кино крутить. Осторожней. За каждый сломанный сук по одному пальцу ломать будут. Ну, а че это? Назар Апимович, раненько ты. Выставку только три откроют. Выставка че, к ней? Псадника видишь? Кого? Псадник. Копьем пронзает ежа. Ежа хоть видишь? Охрена, ежа копьем. Искусство эти. Народное творчество. Ночью учителя сожгли. Ноги связали. Дом подожгли. Западло это змей. Безобидный был человек. Надо бы найти гнидов. Своим. Своим сегодня скажи, чтобы в общежитие к девкам не ходили. Хорошо. Найдем. Если ты хочешь, сами накажем. Да шучу я, шучу. Завтра он будет твой. Заставка. Я уже д pass. Я съезжал. Я не прощу. Я не прощу. Я не прощу. Я не прощу. Переходяные порядки. Ест Omniатnya Естинrizio Нану ударить. Порвать, сломать, скинуть цепи, вырваться, наконец, куда угодно. В Москву, на свободу, к чертям собачьим. Закрой дверь, что там за сволочь. Девушка, вас кто-то обидел? Давайте его накажем. Когда вам бывает грустно, вспоминайте главное, жизнь прекрасна, невзирая на недочеты. Да, совсем не Рио-де-Жанейро. Есть там? Забавный фокус. За зеркалом прячетесь? Старый трюк всегда работает. Испугались? Ну, в первый момент растерялся. Забавно тут у вас. Ансамбль, театр, даже цирк есть. А вы ко мне? А вы кто? Юрий Борисович Волошин, руковожу цирковой студией. Стоцкий, Родион Ильич. Бандит флага. Значит, не ко мне. Ну, как знать. Отсюда только что девушка выбежала. Испуганная, заплаканная. Что случилось? Извините, но это не ваше дело. Ну, с этим я как-нибудь разберусь. Ловите своих бандитов, Родион Ильич. И не надо лезть в мои отношения с дочерью. Извините, мне нужно работать. Извините, через двести, через триста, через тысячу лет. Через четыре года здесь будет гордца. В Москву! Не пускай, мне хватает все зарубы. Майя, Майя, в Москву, вопль, в Москву! В Москву, в Москву! Селок Сергеевич, у меня здесь полчаса кино. Убирайте вот это все со сцены. Командуйте у себя в будке. Куда пошел стоять? Разбирайте все к чертям собачьим. Ненавижу ваше кино. Егор. М? Я это кино всего лишь три раза видел. Можно я его еще раз посмотрю? А потом вместе домой пойдем. Ой. Не пойдем, а побежишь. Мама дома волнуется? Давай. Давай-давай-давай, быстро. Испугал. Бегом домой. Ой. Здрасте, опять я. Почем опиум для народа? Легенды и мифы древней Греции. Интересуйтесь? По сути кино, та же религия. Придуманная элитой, чтобы затруднить формирование революционного сознания, отвлекая народ от проблем реальной жизни. Не согласны? А вы всегда такой говорливый. А вы по делу спросите, я отвечу. Логично. Не знаете, кто мог поджечь дом Андрея Петровича? Общались, дружили. И ни одной крошечной версии. Наверняка вы думали об этом. Думал. Может, какие-то догадки. Даже смутные. Не знаю. Вы извините, у меня тут кино. Да, ухожу. Скажите, о чем вы беседовали с Андреем Петровичем? Об идеальном мироустройстве? О том, что в каждом человеке есть солнце, да? А он говорил вам, что единственное, чем каждый честный человек должен руководствоваться в своих поступках, это справедливо или нет то, что он делает. Тоже, кстати, его любимый Сократ. Знаете, что Андрей Петрович в МГУ преподавал? Профессор, звезда, любимец студентов. Может сказать, вы стали его последним учеником. Ладно, пойду. Что-нибудь вспомните, я в общежитии, восьмая комната. Надеюсь, до встречи. У него однополчанин пропал. Вчера вечером я шел из клуба, к нему договорились. Он мне навстречу из калитки. Извини, говорит, однополчанин куда-то пропал. Пойду поищу. Что за однополчанин? Ты хотел искать, больше ничего не сказал? Нет. Что-то еще? Да никто у нас не пропал. Не напомнишь, какая у вас тут раскрываемость? 99,6. Почти. Сто процентов. Я, кажется, понял, как вы это делаете. Никто не пропал, никого не ограбили, нет преступления, раскрывать нечего. Да, Тарасик? К семи часам вечера у меня на столе список всех живущих в городе однополчан Андрея Петровича Гришина. Ты хоть знаешь, что такое однополчанин? Когда выпить не с кем, с одного фронта уже однополчанин. Ну вот и поработай. А меньше семечек съешь, зубы целее будут. Не хочешь встать, когда со Старшем позвоню, говоришь? Не ершись, Орлей. Мы тут по-другому живем. Привыкай. Семечек купить? Или гусей завести? Может, потому и раскрываемость одна из лучших в стране, что друг на друга не орем, командиров из себя не корчим. Тарасик не зря говорит. Если б кто пропал, кто-нибудь пришел, рассказал бы. А если он не из местных? У вас хоть гостиница тут есть? Да нет. У нас же здесь дыра. Глухомань. От Москвы аж сто километров. Какая гостиница? У нас только берлоги с медведями. В гостиницу вдвоем сходите и вернетесь с друзьями. Если не так, обоим по старгачу. Ну как. Ну, пошли. Мальчик, мальчик, давай, давай. Пей, 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 хороший, пей. Обиделся? Пей, пей, пей. Пей, пей, пей. Не выспас. Жена, сыновья, шутка все орут. Думаю, в другой раз им кляпу сунуть. У тебя два сына. Молодец. Три не хочешь. Ух ты. Когда успел? Хана мозгов не было. А это что за чё-то техники? А это Филис сторож. В школьном сарае собрал. Через двадцать лет машины вообще не будет. Все будут на таких штук ездить. Сам собрал. В школьном сарае. Они. Люди из Москвы приехали, подсобили. Все же лучшие у вас. Чего мы без вас можем? Слышь, вон гостиница. С другого бока общага. А там за мостом мой дом. Может зайдем по газетбродику? Иди, я не хочу. Только не усни там. И что, теперь каждый день перевязывать? Бинты вроде чистые были. При чем тут бинты? Тихо, тихо, тихо. 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 Главное, мась. Давай быстрее. Руки подними. Вспомнила, как мы с тобой на речку ходили. Не надо, мать. Что, не надо помнить? Не надо. У меня жена, дочь. Сын приемлем. Ну уж нет, Егор. Руки. Вспоминать ты мне запретить не можешь. Ты ж не любишь ее. Напился, обрюхатил, женился. Я же все понимаю. Майя. Ну все, все, все. Прости. Трофим, ты? Тошка, чего молчишь? Понимаешь-то мой, совсем мужик. На Серегу похож. Царство ему небесное. Что ты здесь делаешь? Вот тебе раз. В гости зашел. Вроде не чужие. Не надо. Уйди. Уйди, будь человеком. Уйду, уйду. Только вон на дочку взгляну. Вот она красотунечка моя. Вот она. Матвей, ты же обещал. Что, никто не узнает? Никто и не знает. Только мы с тобой. Матвей, я же его люблю. Понимаешь? Вот это правильно. Жена должна мужа любить. Пожалуйста. Тихо. Дочку напугаешь. Ты же не хочешь, чтоб Егорка узнал, что это не его дочь? Осталось! В начале. Прежде всего. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это вот рябинушный парк у меня, мой рябина, моя белые цветы, мой рябина. Мужчина? Здрасьте. Не подскажете, который час? И это правильно. Именно так должен быть задан вопрос. Вот если бы вы меня спросили, сколько времени, получили бы в ответ скучную лекцию о правилах русского языка и потратили минут пять своего догоценного времени. А поскольку вопрос задан грамотно, отвечу просто и четко — семнадцать пятнадцать три. Хм, обоговорливый. Надолго к нам? Боюсь, что да. Это хорошо. Зайдёшь в утра-дан? Ненадолго с нас. Не рано в этом? Да позже никак. На ночь тем выходной дали. О, чего так? А нам не докладывают. Тогда не сегодня. А когда? Ну, решай давай. Завтра? Давай завтра. Или в любой другой день. До пяти утра. Спросить Марту. Понял. Я буду ждать. Мужчина. Андрей Петрович? Да, он заходил. О пропавшем еще не спрашивал? А почему о пропавшем? Ночью зашел, чемодан собрал. Утром номер уже был пустой. Может, он просто захотел уехать. Ну, номер был оплачен на две недели. А уехал он через пять дней. Никому ничего не сказал. Странный мужик, да? А кто-нибудь видел, как он ночью за вещами вернулся? Ну, той ночью у Гоши Сапелкин дежурил. Гостиница на ночь запирается? Конечно. Если кто-то ночью хочет сюда попасть, дежурный должен проснуться, открыть дверь. Правильно? Да. Других вариантов нет. Конечно нет. Здрасте, Эльза. О, Тарасик. Грибочки принес. Ага. Только Маша сказала банку вернуть. Ну, само собой. Ты не забудь ей. Спасибо тебе передать. Передам. Уже новые грузди пошли, а у нас еще почти полбочки с той зимы. Вот раздаем. А это тебе. Свинью лично солил. Я не хочу. Через не хочу. Спасибо. Ну, чего тут? Да писатель из Москвы пропал два дня назад. Собирал этот материал для книги. Ух ты. А Андрей Петрович вчера сюда заходил, спрашивал о нем. А я что сказал? Не мог никто из наших пропасть. Ты Гоша с Апелкой не знаешь? Ну. А чего? Сходим сейчас к нему. Побеседуем. Завтра сходим. Забыл сказать? У нас сегодня еще секретная операция. Какая операция? Теть Зой. Ну ладно тебе, Тарасик. Тарасик, я никому не скажу. Тарасик. Весело у вас. Мужики, это Бонов пруд. Нормальных девок мало. Какой тут адрес? Советская, один. А ну тихо-то. Трофим. Трофим. Трошка, иди домой. Трофим. Трошка. Трофим. Егор, Трофим пропал. Его нигде нет, я везде искала. Так вы поссорились с ним? Ты ему всыпала? Нет, я его с утра не видела, он даже на обед не приходил. Держи. Будь дома. Бонни. Не доходи с вами. Матiff. А-а-а! ВЗР Мамба Васильевич! Отступать надо! Запаев никогда не отступал! Бригадир сказал, из райкома звонили. После смены всех бригадов спешки, но. Дело политической важности. Что это за дом? Почти что культурная память. Даже музей хотели открыть. Вроде как до войны здесь жил и творил сам Федор Корнаухов. Это кто? Он. Грузин нынче хозяин дома. Врет, что какой-то родственник того Корнаухова. Почему нет? Красивая грузинская фамилия Корнаухов. По матери. По какой матери? Куда девок делал? Тихо, тихо, тихо. Тарасик, не шуми. Назар Акимович, идёмте за мной, пожалуйста. Покажу кое-что. Вот, пожалуйста. О, это кому тут вилкой в лицо тычут? Андрей Петрович, учитель, который сгорел. Ком? Чья? Как зовут, не знаю. То Грипп, то Поганыч. Пойди, принеси. Он мне по хозяйству помогал. А где он сейчас? В больнице. Вчера где-то голову раздал. Нашёл? Даша, давай рассказывай, что у вас здесь было? Что было? Я не знаю. Я его не видела. Он не мог просто так домой не прийти. Вставай. Гости пришли. Вот. Травма головы в виде разбития. Видимо, после распития. Откуда шёл, когда башку проломил? Шёл, бежал, упал. Пьяный был. Да я поджёг, я. Чего поджёг? Спичку? У учителя дом. Бензином полил и... Зачем? Из личной неприязни. Не люблю таких. Шибко умных. Лихо у вас. Суток не прошло, убийство раскрыто. А на кражу сколько? Минут двадцать? Я, конечно, не хирургим. У меня нет крыльев. Но я чту уголовный кодекс. Моя слабость. Ну, как-то всё слишком гладко. А? Назар Акинович? Ничего не смущает? Не зря же он просто так оговорил себя на пятнашку. Зря мы его в больнице оставили. А куда? Ночью Верославович, что ли? Ничего, под охраной в отдельной палате никуда он нахрен не денется. Мне направо, тебе налево. Дорогу знаешь. Откуда знаю? Первый день в городе. Жаль. Что нам не по пути. Какой человек был? В школе детям кружок вел. В клубе лекции выступал. Зачем потёк? Киттерман. Это ну, кущуга. Давай, лежи, думай, какой ты сволочь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok